всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидей вот эту небольшую часть девочки уже видели на втором моем канале я с ними маленечко советовалась ну а кто не смотрит 2 мой канал поэтому эту часть я вставила специально чуть-чуть сюда это называется чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакала купила сегодня вот такой универсальный универсальную землю куплю купила перлит а потом что там еще до купила вот такой вот лучок лучок купила для кактусов землю купила так перлита вермикулит все это я купила сегодня наконец-то купила до помидоры которые написано что растут дома ну посмотрим посмотрим как-то один год я сажала помидоры и огурцы и у меня был неплохой урожай но потом у меня закончилось место дома и конечно я перестала это делать ну а на складе у меня сейчас место предостаточно так как мы делаем там еще больше стеллажей и многие девочки сказали люба еще рано сажать огурцы и помидоры девчат я же не буду их высаживать на улицу я буду это делать только в помещении на складе тут я показываю помидорки которые у меня уже проросли я покупала черри в магазине и там мне очень понравились семена я их оставила взяла вот так вот засунула их в бумажку ленточкой скрутила и поставила они у меня на третий день или на второй даже день зашли представляете сегодня пришла на склад от здесь вот такие росточки и я у девочек спрашивала не пора ли их посадить отдельно девчат ну правда но не смейтесь надо мной но я же не огород не садовод какой-то поэтому я не очень в этом понимаю и попросила у девочек совета они сказали что еще рано надо ждать 4 листика но я подожду это все раз всего лишь эксперимент поэтому что будет то будет там я показывала семена личи и петахая и сейчас я хочу залить их перекисью потому что они у меня прилипли кто не знает что такое личи и петахая можете спросить в интернете вам все покажет либо google либо лиса что у вас есть чуть-чуть поставила на ускоренную здесь пытаюсь их отодрать залила их перекисью но не тут то было в общем я их оставлю на какое-то время чтобы они поотмокали иначе можно их тут я так думаю сломать все начинаем ковырять они меня какое-то время полежали и вот несколько штучек начинают их отходить а несколько остальные еще как-то плохо отходят но я все равно решила долго не держать их в перекиси а переложить в отдельную баночку ночью а вдруг зайдут многие девочки писали кстати кто не подписан на второй мой еще канал подписывайтесь ссылка есть под видео и бывает там показываю больше интересного чем на орхидейном канале ну вот например вот такие какие-то огородно-садоводе с 1 садоводческие эксперименты можно показывать на втором моем канале чтобы не занимать место про орхидеи но орхидей к в этом видео тоже будет тоже будет пересадка нельзя быть архоманом и не пересадить не пересадить орхидей куда здесь я показываю что горшочки купила сегодня у нас опять по очень низкой цене получилось нашла но хотела заказать их там побольше для девочек но опять их там не оказалось в большом количестве ну вот взяла пять штучек по моему пригодятся мне для пересадок дешевая цена это там 45 рублей вот такие огурчики купила помидорчики еще и потратила я сегодня 800 чем-то рублей на все вот эти вот но грунты семена и вот эти он видите какие уже прям такие прям два листика таких уже представлять вчера ушла домой этого ничего не было а сегодня пришла уже вот такие вот богатыри стоят кстати там семян много натыкала но я же не думала что они все взойдут ладно выберем самых крепышей три штучки посадим остальные не знаю посмотрим подумаю в общем у меня место на складе теперь много вот я и занимаюсь ерундой там у меня адениум и стоят прекрасно растут стоят они под фитолампой такой ну не то что фитолампа свет такой синий синий такой фиолетовый под этим светом у меня стоят только вот мои теле пузики ну и вот ну и вот я начала тут буду сейчас смешивать смешала все вот эти компоненты добавила осмокот и хочу посадить вот эти вот петаха я по моему правильно они называется этот фрукт сейчас я замочила их добавила буквально одну капельку на 50 грамм водички своего растворчика hb101 натуральным который мы с вами делали вместе и девочки спрашивали люба как разводить hb101 для орхидеи вот из иголочек то есть тот который мы делали сами видео кстати на канале есть как мы его делали девчат разводить буквально я не знаю чайную ложку на литр воды предостаточно поэтому не бойтесь чайной ложечки на литр это вот прям самое то будет ну и в общем тут я их ловлю ловлю я если честно я с ними измучилась они выпрыгивают они размякли маленечко стали такие неподатливые в общем хулиганит в итоге я сейчас их процежу через руку еще маленечко помощь пинцетиком никак у меня не получается их подцепить девчат пинцетом в общем я их процедила так через руку и сейчас быстренько натыкаю что взойдет то взойдет но кстати уже много девочек написали мне в том числе и танюшка семенова что у них они хорошо взошли на втором моем канале девочки написали у кого-то уже они три года по моему растут даже это такие как кактусы они вырастают ну все интересное все хочется познать в плане растений вот честно поэтому и интересно всякие разные семена сажать и смотреть как же они развиваются в твоих условиях я смешала здесь грунт для ссыкули сикулент сикулентов сикулентов в общем для кактусов смешала перлит вермикулит все вместе и повторюсь добавила осмокот пускай будет повкуснее грунт прям натыкаю вот жалко ни одной семечки не выкинула все туда запихала пускай растут попыталась их придавить туда вовнутрь что больше не досыпать земельки но не тут то было взяла вторую палочку сейчас я двумя палочками одной буду держать 2 тоже не получилось представляете ну и в итоге я взяла еще земельки сейчас я ее тут намешаю я беру для кактусов которая сейчас все смешаю опять перлит вермикулит очень люблю работать землей девчат очень и и всегда работаю без перчаток потому что мне надо руками ощущать всю землю вот насыпаю вот это все аккуратно осторожно потому что она все очень пылит да знаю что можно увлажнить это все сразу но я сделала это очень аккуратно ни одна пылинка в принципе даже не поднялась наверно наверх потому что это у вас показывает час тут маленечко в ускоренной а на самом деле очень очень аккуратно все сыпала все тщательно перемешала но и теперь засыплю сверху все наши семена чтобы не тыкать их пускай вот так вот получилось очень воздушно такая рыхлая земелька прям хорошая ну и сейчас попрыскаем у спирлю за таром водичкой и потом накрою все это пакетиком сверху не знаю надо делать тепличку и мне надо но я все равно сделала ну и конечно же у теплички я сделал сделал сделаю сейчас все равно дырочки для того чтобы не появилась плесень вот еще думала надо добавлять не надо может какие-то я не знаю бактерии добавить но все-таки земля нужные питательные кто добавляет не добавляет напишите я не знаю ничего не стала добавлять грыз земля все-таки магазинная я думаю что не так не было хотела зубочистка сделать но у меня на складе не оказалось зубочистки поэтому пришлось канцелярским ножом вот эти вот чудо семена личи косточки мне интересно было что же там внутри у меня их три штучки оставила и вот грудайка я одну поковыряю посмотрю что там внутри чтобы ей легче было прорасти может верхнюю суд но верхний слой снять да не тут то было уж очень они так хорошо подсохли что ничего не получилось у меня взяла ножницы и хотела чуть-чуть просто ущипнуть она бац и раскололась напополам ничего страшного у нас две штучки зато я посмотрела что с одной стороны есть такая как выемочка и вот там маленько отрезала при может там пойдет от росточек этот не знаю что получится девчатку вот мудрила сегодня посадила все то что давно откладывала в дальний ящик думала вот эти посадить не посадить половинки грым уж с половинок наверное ничего не получится поэтому не стала заморачиваться хватит две штучки беру вот такой горшочек высыпаю сюда опять этой уже готовой земельки если бы вы знали какое сегодня наслаждение получала занимаясь вот этим всем все и присыпаем сверху поставила туда попшикаем из пульверизатора как обычно и возьму сейчас zip пакет и сделаю такую тепличку в zip пакете и конечно же оставлю ну дырочку такую вот сверху на случай палочку ставить чтобы держалась вот так и все и сверху открыто и я думаю что она будет все хорошо дышать здесь решила еще намесить уже добавляю вот это цветочный чего-то там чего-то там не увидела в общем универсальный для цветов добавила сюда смешала будем делать с вами другие посадки их насажалась муж пришел и сказал чем бы дитя не тешилось лишь бы не плакал да здесь мы будем с вами сажать огурцы с помидорами таких маленьких стаканчиков все в итоге подпишу под номерами подпишу сами пакетики подпишу на самих горшочках вообще хотела по три семечки посадить и два сорта у меня огурчиков здесь и один сорт помидорок так у меня уже помидорки от них зашли у меня будет два сорта разных помидорок и два сорта разных огурчиков вот такие балкончик огурчики взяла здесь я подписываю вам не видно подписываю сам горшочек но в итоге поняла что на горшочке плохо видно потому что я их мыла и маркер на сыром не пишет я сейчас чуть позже возьму ну такие штучки вырежу с другого стаканчика и подпишу на этом стаканчике и воткну туда в общем по три семечки огурчиков посадила три в одной три другой и помидорок натыкала много представляете что будет то будет жалко было они упали у меня на сырое на столе уже сыра и упали на сырое обратно в пакет их уже нельзя укладывать поэтому взяла и запихала все равно все туда пускай растут вот такие маленькие семена помидоров прям вообще крошечные высыпалось много надо было мне всего три но я стараюсь выбирать такие поплотнее семечки чтобы уж наверняка взошли ну и взяла подсыпала еще потом разберемся кого куда деть Мартюш тут у меня пришел рядышком умывается чистоплюлькой хрюкает Мартюш вот видите семечки высыпала и они у меня просыпались маленечко на стол тоже туда в горшочек все в хозяйстве пригодится вот такие помидорку в больно красивое фото кто его знает а вдруг вырастут написаны комнатные очень компактные поживем увидим если хорошо взойдут покажу вам поближе какие это семена вдруг вы тоже захотите посадить ну все лишнее тоже убираю огурцов не надо мне много а то они как разрастутся у меня на весь склад и орхидеи негде будет содержать все вот так вот сейчас их сложу все и степлером защиплю и уберу вот сделала такие бирочки Мартюша конечно же все опрыскать надо чтобы было влажненько и сейчас тоже возьму зип пакет и уберу их в тепличку девчат я думаю что я делаю правильно сажала да я года три или четыре назад сажала дома помидоры но представляете так же делала это ну на автомате скажем так без как какого-либо опыта и все получилось здесь я взяла у меня осталось чуть-чуть она мне не нужна циафлора поэтому я решила ее сюда использовать вылила все что у меня там было перекись в которой замачивала семена жалко вылить просто так бахлину поэтому и насыпаю сверху земли такая воздушная земелька классная девочки кстати написали что очень хорошая земля на втором моем канале да девчат не забываем поставить пальчик вверх подписаться на канал и поделиться видео а вдруг кому то будет это важно и полезно и интересно ну и в общем да я сажаю свои маленькие луковички девчата сказали что на зелень надо крупные луковицы покупать но я не знала купила маленькие думаю больше на тыкву ну не выкидывать же теперь их пускай растут ничего страшного я немного их ну и вот дошла очередь и до орхидейки в начале видео я показывала что я сегодня на склад еще из дома принесла 4 орхидейки понемножечку буду их перевозить перевожу я уже говорила девчат я перевожу их в теплом теплом боксе делов это буквально 5 минут от моего дома до склада и все это дело делается на машине поэтому им не холодно и сейчас я перевожу такие маленькие растения которые умещаются у меня в этот бокс это наша Шириана Стюартяна я думаю вы успели прочитать название это крошечка которая без единого корешочка была снята когда-то с мамки и корни мы ей наращивали сначала в губки а потом из губки поместили вот в такую посадку в мох и стаканчик поставили на губку то есть у нее там буквально было два малюсеньких малюсеньких корешочка которые проклюнулись в губки и посмотрите сколько оказывается корешков уже наросло а я думала что у нее совсем здесь их нету поэтому в принципе и решила пересадить да горшок большой но и орхидея вырастает большая я вниз наложила мха потом положила коры и чуть-чуть вот здесь вот прикрою сейчас корешочек мхом и в итоге все засыплю своей любимой корой мха к сожалению нету на продаже он закончился ну а кора сосновая есть которую я собираю сама кора в продаже крупной фракции ну режется она замечательно режется хорошо поэтому вот точнее почему режется хорошо потому что кора сухая сухих деревьев с мертвых деревьев и она уже от времени собирала ее прям знаете уже она даже от деревьев отошла с земли уже на нее много-много дождей лила потом солнышко сушило опять дожди на нее ложились в общем кора такая уже обработанная природой скажем так замечательным поэтому кто кому нужна кора обращайтесь пишите под каждым видео есть электронная почта и я вам скину все цены кстати ссылочка на второй мой канал тоже под каждым моим видео а здесь вот такая мелочь сейчас прям насыпаю это мелочи остатки от коры когда кору режешь она ну самый верхний слой у нее крошится и вот такая мелочушка получается я ее тоже не выбрасываю она очень хорошо для вот таких маленьких растек да сразу проливаю растение потому что посадка была сухая поэтому сразу пролила корни мы никакие тут не повредили в виде перевалочки ее пересадили поэтому водичку подлила сразу все уберу сейчас под досветочку и пускай стоит а это череночки делаю китайской розы гибискуса очень красиво у меня эта роза и муж сегодня пришел и взял ее чикнул не пушистая говорит она у нас какая-то давай обрежем я говорю ну давай а у него рука такая легкая после этого сразу все начинает пушиться ну и он ее чикнул там где посчитал нужным ну и конечно же мне жалко было выбросить все вот эти вот череночки которые я наделала сделала вот такие вот палочки расчеренковала все ну и потом быстренько все раз 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 и посадила конечно же убрала все это в тепличке в тепличку все мои хорошие спасибо вам за просмотр болтать больше не буду досматривайте этот ролик спасибо вам за то что вы меня смотрите за то что комментируете лайкайте подписывайтесь делитесь моими видео это очень важно для меня когда я вижу что вы пишете комментарии я понимаю что вы смотрите меня ставите лайки делитесь моими видео а значит вам все интересно что я вам показываю раз вам интересно мне это очень приятно ставим лайки дизлайки пишем комментарии если нечего написать пишем плюсики галочки точечки смайлики главное чтобы была активность на канале хороший комментарий или плохой от этого никуда не деться всем спасибо за любой комментарий все мои хорошие всем пока пока и до новых встреч до новых встреч я Продолжение следует... 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 Продолжение следует...